Дверь в совсем не сказочную избушку открывается одним прикосновением. Если толкнуть чуть сильнее, разлетится, словно щепка. То же самое можно сказать и про любую из стен. Внутри терраска, заваленная старыми вещами, кухня, на которой не уместится больше двух людей, и комната 2 на 2 метра. Удобство на улице, в полуразвалившейся кабинке. Потолок прогнил, и в дождливую погоду у Лидии Сергеевны, как у настоящей бабы-яги, личный домашний дождик. Правда, совсем не званный и нежданный. Кис, ну вот, я бабы-яга, я дружу с ними, вот с этими вот. Освещает комнату грязная лампочка, отопления нет, печка пришла в негодность. Ремонтировать ее печник отказался, сказал, что это сизифов труд, все равно дом скоро развалится. Вот и выходит, что единственный источник тепла – старый обогреватель, в обнимку с которым женщина проводит каждый день с тех пор, как похолодало. Заложницей собственного дома Лидия Сергеевна оказалась 18 лет назад, когда получила кулачок земли из старинный, уже тогда полуразваленный домик. Вот и посоветуйте, как доживать вот в этих условиях, как доживать. Нас 18 лет не разрешали строить, все расселили, ну как, переселение, переселение. А теперь стройте, пожалуйста, ну время ушло. Несколько лет назад Лидия Сергеевна попала под машину и теперь передвигается не без труда, и даже разобрать мусор возле дома она не в состоянии. Рядом проходит железная дорога, и когда едет поезд, все на избушке трясутся, грозя в любой момент похоронить под собой несчастную женщину. Она обращалась в разные инстанции, и все без толку. Мы сами все инвалиды, кто живем тут, ноги переломаем, пока это вот три времени года, это у нас невыносимо ходить по этой дороге. Весна, это осень и зима. От безысходности 79-летняя женщина написала письмо в никуда, а вернее сразу всем представителям власти. Вот текст ее письма. Я таскала двери и дрова, чтобы выжить, но после травмы из-за ДТП лишилась этой возможности. Выживала в войну, училась, работала, рожала. За что же нас убивают? За то, что сами не умираем? Зажилась слишком долго. Рада бы в рай, да грехи не пускают. Мне 79 лет, и в этих условиях, по такому бездорожью, в темноте я не могу просто больше. Поэтому объявляю голодовку. И для того, чтобы на нее наконец обратили внимание, пенсионерка готова объявить голодовку. Потому что все равно с наступлением морозов ей грозит замерзнуть в маленькой лачушке в самом центре нашего города. Приглашаем господина Ковалева в гости и господина Булекова. Два Олега, приходите. Я, русская баба Яга, зову вас в гости. Приходите ко мне, пожалуйста. Только резиновые сапоги и фонарик. Резиновые сапоги, фонарик и палочку. Вдруг алкаши, которые здесь устраивают пьянки-гулянки, чтобы отмахнулись.